Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. Но даже во время веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы новогодние праздники не были омрачены пожарами и другими чрезвычайными ситуациями, спасатели напоминают землякам о соблюдении простых, но важных правил. На территории республики проводится сейчас надзорно-профилактическая операция «Новый год». Она начата у нас с 1 декабря 2020 года и по настоящий день будет проводиться до завершения новогодних каникул. На учет МЧС России взято 9 объектов, которые реализуют пиротехническую продукцию. Данные объекты у нас сейчас обследованы сотрудниками МЧС и сотрудниками органов внутренних дел. Приобретать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах. При выборе убедитесь в целостности упаковки, наличии инструкций на русском языке, а также запросить у продавца документы о соответствии товара всем установленным требованиям. Еще сотрудники МЧС просят граждан с осторожностью обращаться с пиротехническими изделиями. Искры от бенгальского огня достаточно, чтобы вспыхнул пожар. А одной петарды хватит, чтобы серьезно навредить своему здоровью. При приобретении особое внимание обращайте на инструкцию применения данной продукции. Разрешено использовать пиротехнические изделия 1-го и 2-го класса. Это, например, петарды, хлопушки и бенгальские огни. Разрешено их использовать в помещении. Продукция, которая идет выше 2-го класса, 3-й, 4-й, 5-й, это у нас как более серьезные. Их применяют в основном на улице. Не меньшую опасность представляют и новогодние иллюминации. Огоньки на елках, свечи на праздничном столе, которые могут стать причиной пожара. Поэтому основные задачи, которые будут решать сотрудники МЧС во время проведения акции, предупреждение чрезвычайных ситуаций и травматизма, чтобы праздник не обернулся трагедией. Ренат Ибрагимов, Роман Нагаев, Архиз, 24